Ситуацию на Ближнем Востоке подробнее обсудим с востоковедом-арабистом Марианой Беленькой. Мариана, я вас приветствую. Здравствуйте. И благодарю за включение. Мариана, по последним данным, жертв уже больше полутысячи человек. И сегодняшний день стал самым смертоносным для Ливана с момента окончания гражданской войны 1975-1990 годов. Скажите, это уже можно назвать третьей Ливанской войной? Вы знаете, споры об этом идут, кому как больше нравится, хотя нравится не очень подходящее слово. На самом деле это еще не полномасштабное действие ни со стороны Израиля, ни со стороны Хизбаллы. Объясню почему. То есть со стороны Израиля еще есть, да, конечно, очень массированные удары, но есть еще возможность наземной операции, как это было в 2006 году, как это было в 80-е годы, во время Первой Ливанской войны. И Хизбалла пока, да, тоже усилила свой радиус обстрелов и интенсивность обстрелов севера Израиля. Но, например, пока очень осторожно затрагивает Хайфу, самый крупный город на севере. Там звучали сирены тревоги, вокруг Хайфы постоянно звучат сирены тревоги, но Хайфу вот пока не трогали. Правда, ситуация так вот серьезно не трогала. В 2006 году удары по Хайфе наносились постоянно. И все мы знаем, что у Хизбаллы есть возможность обстреливать центр Израиля, Тель-Авив. Она тоже не использует еще эту возможность. То есть эскалация нарастает. Да, безумно большое количество жертв для одних суток, полутора суток, я бы сказала. Не один день, это 500 с чем-то, это за вот полутора суток. Но, безусловно, непростая ситуация, но все может, всегда есть место для более худшего развития. Ну, давайте вот тогда порассуждаем на эту тему. Действительно, вы отметили, что сейчас мы видим воздушные бомбардировки. И вот говоря о наземной операции в Ливане, как вы думаете, если можно предположить действительно о сроках, будет ли вообще эта наземная операция? Вы знаете, пока очень рано об этом говорить. Да, это обсуждается, это в повестке дня. Такой вариант плана, разумеется, у Израиля есть. И о нем его боятся, и о нем знают, что он существует в Ливане. Но есть и другой вариант развития. Все говорят, что эксперты и, в общем-то, Израиль дают понимать, что это эскалация. Это тактика эскалации ради деэскалации. То есть есть надежда, что у Израиля, по крайней мере, что Кизбалла пойдет на уступки. Вот этот удар, хотя она небольшая, очень много сомнений. Кизбалла тоже не с руки отступать под градом, если идти на переговоры, ей нужно как-то сохранять лицо. Поэтому все возможности сейчас есть на 100 лет. Марьян, вот говоря о Хизбале, на ваш взгляд, есть ли у нее силы для симметричного ответа Израилю? Ну, пока да, пока арсенал Кизбаллы сохраняется. Хотя мы видим, что в последнюю неделю Кизбалле нанесет значительный урон, а такого не было раньше. Это до этого мы видели, что Кизбалла лишилась средств связи, пейджеры и радиоустройства. Руководство Кизбаллы Израиль, правда, не взял за это ответственность. То есть был успешный точечный удар по руководству спецназа сил специального назначения Кизбаллы и Радвана. Это в прошлую пятницу еще до ударов, которые сейчас наносят. Сейчас Израиль ликвидировал значительный потенциал Кизбаллы. Говорят, что это до половины того, что у нее было, но мы точных цифр пока не знаем. Трудно это подтвердить или опровергнуть. Но, безусловно, у нее еще есть возможности, и много из ракет, которые у нее есть, она еще просто не задействовала. Марьян, вот хочу еще посмотреть на ситуацию немножко так в целом. Вот с 7 октября прошел уже практически год. И все это время были попытки найти какое-то дипломатическое решение. Переговоры мы видели, да, неоднократные в том же Катаре. Вот как вы думаете, существует ли вообще это дипломатическое решение? И тут интересует позиция США. Может ли быть так, что Штаты могут не поддержать, ну, или не до конца поддержать Израиль? Ожидать ли вообще вот какой-то всесторонней поддержки от Вашингтона, а не только поставок вооружения? Ну, США, в принципе, достаточно поддерживали Израиль и продолжают поддерживать на протяжении этого года, несмотря на очень тяжелые и непростые отношения между президентом Байденом и премьер-министром Нетаньяловым. Много разногласий США, администрация Байдена очень недовольна Нетаньяловым. Тем не менее, США, во-первых, продолжают в остатке оружия, хотя и не просто были задержки, и этот вопрос все время повисает в воздухе. Но, например, на международных площадках США, по крайней мере, пока поддерживали Израиль. Но да, это может измениться с приходом, например, в Белый дом Камалы Харрис. В какой-то степени, возможно, не сразу. И на Израиль могут оказывать больше давления, и помощь военной Израиля будет обуславливаться политическими требованиями. Это все реально, это все возможно. И в какой-то степени, возможно, именно сейчас Израиль идентифицировал удары по Ливану, пошел на большую эскалацию. Но пока еще до выборов в США есть время, и в Белый дом не пришла Камала Харрис, хотя тоже это не до конца нет уверенности, что будет она не Трамп. А при Трампе совсем другой расклад сил. У него тоже сейчас не очень хорошее отношение с Нитнио, но Трамп запомнил всем, как такой ярый защитник Израиля. Тот человек, который его поддерживал и сделал очень много для Израиля в противовес арабским странам. Марьян, еще хочу с вами поговорить о настроениях в самом Израиле, потому что ранее мы видели многотысячные протесты. На улицы выходили полмиллиона человек, это вот совсем недавно было. Вот они требовали освобождения заложников и прекращения операции в Газе. Как вы думаете, приведет ли эта эскалация ситуации в Ливане к еще большему расколу общества в Израиле? Вы знаете, все зависит, как долго это продлится. В основном проблема, все эти протесты, которые происходят сейчас, они связаны с заложниками. И потому что израильские граждане остаются в руках Хамас. И битва, в общем-то, идет. И за то, чтобы их освободить как можно быстрее, люди на улицах требуют от правительства пойти на сделку с Хамасом. Хотя это не все общество, как вы правильно отметили, Израиль раскол по этому вопросу. Все хотят возвращать заложников, но каким путем здесь согласия нет. Ну и плюс я отмечу, что, в общем-то, Хамас не очень тоже стремится к сделке. Для него сделка это полная катуляция Израиля, возвращение все к ситуации, которая была до 7 октября. Что касается Ливана, опять же, вопрос, как долго это продлится, какие потери будет нести Израиль, если пока ущерб для Израиля не такой большой. Есть пострадавшие, есть раненые в результате обстрелов Кизбаллы. Предыдущих за год были убиты. До тысячи человек остаются в эвакуации уже почти год. И, в общем-то, цель этой операции вернуть их в свои дома, чтобы они могли спокойно жить, не подвергаясь австрелам Кизбаллы. Вопрос, насколько правительство в этом преуспеет. Если сейчас все закончится опять ничем, постреляют, будет много пострадавших, вливание, у нас будет давление, что народ сообщества, а люди домой не вернутся, то это, конечно, вызовет гнев населения. Марьяна, вот вы говорите об эвакуации. И вот мы видели в разных телеграм-каналах впечатляющие кадры с массовым исходом ливанцев, которые намеревались эвакуироваться. Но вот также есть еще информация от сирийских СМИ. Они сообщают, что члены режима Асада закрыли границы Сирии с Ливаном. Есть ли у вас подтверждение этих данных? И вообще им есть куда эвакуироваться? Смотрите, во-первых, речь идет пока об эвакуации отдельных районов на юге Ливана и отдельных городов, например, в долине Бека. Безусловно, пока люди не бегут массово из Ливана. Как такового в 2006 году, кстати, был исход из Ливана более массово иностранцев, когда были тяжелые бордировки Берута, сейчас это не так. Сейчас все удары Израилька берут очень точные и преследуют цели ликвидации отдельных боевиков Хизбаллы. Бежать, в принципе, из Ливана, да, можно только в Сирию или море, больше некуда. Собственно, нету других никаких вариантов. И, естественно, Сирии такой вариант не нужен. Но, кстати, я не думаю, что будет много желающих бежать именно в Сирию, потому что много ливанцев находится в оппозиции Асаду с шиитом с юга, в общем-то, далеко до Сирии. Ну, в общем, здесь очень много вопросов, на самом деле. И, кстати, до сих пор в Ливане находятся тысячи сирийских беженцев, тех, кто бежал как раз от режима Асада и не хочет туда возвращаться. Поэтому это тоже вопрос, побегут они или нет. Но, в общем, я думаю, Сирия так немножко перестраховывается. Я поняла. Марьяна, я вас благодарю. Спасибо огромное за беседу, за развернутый комментарий. Обязательно продолжаем следить за ситуацией, в частности, да, за заседанием, да, специальным Совбеза ООН. Марьяна, спасибо, всего доброго вам. Пожалуйста, до свидания. Я напомню, для зрителей у нас на связи была востоковед Марьяна Беленькая, с которой мы поговорили о ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Ливане. Продолжаем выпуск.